Место под солнцем Это ощущение ребенка, который родился намного раньше срока И этому ребенку как воздух нужен кто-то, кто его поймет и поможет И сегодня с нами человек, который является капитаном именно такой команды, которая помогает таким деткам Это Олег Владимирович Корнейчук Он заведующий отделением реанимации новорожденных детской клинической больницы номер 2 В любую погоду они мчатся на помощь деткам в любые роддома, привозят их к себе и оказывают помощь Здравствуйте, Олег Владимирович, еще раз Я знаю, что ваше отделение на самом деле называется немного по-другому Как правильнее и точнее оно называется? В общем-то с недавнего времени раньше оно называлось отделение реанимации новорожденных А сегодняшних украинских законов специальности реаниматолог не существует Поэтому мы все стали сотрудниками отделения анестезиологии и интенсивной помощи новорожденным детям Перед тем, как мы начали запись, вы говорили с кем-то по телефону о состоянии ребенка Вы сегодня прожили еще один рабочий день, прожили еще одну маленькую жизнь Что сегодня было, что сегодня происходило, чем вы сегодня жили, дышали на работе? У нас радость в том, что еще один ребенок выписан из нашего отделения в патологии новорожденных Но он маленький, но он уже не нуждается в нашей помощи Он может, его задача выхаживаться мамиными руками, добрыми словами, песнями Все, что помогает выхаживать, пока он не станет таковым, что его можно выписать будет домой Олег Владимирович, я знаю, что с 2007 года в Украине действуют стандарты Всемирной организации здравоохранения О том, каких деток выхаживают Вот такие немножко страшные стандарты, но тем не менее они существуют Вот эти вот унылые цифры о том, что начиная с, если я не ошибаюсь 2007 год, стандарты ВОЗ, детки, родившиеся на 22 неделе Плюс вес больше 500 грамм Если до 2007 года мы жили по системе, когда всех детей меньше килограмма Мы оценивали, называли таким словом абортный плод И только если он проживет 7 суток жизни, только тогда мы его называли ребенком И регистрация, и все вот это То есть есть много там некурабельных заболеваний Да, они приблизительно вот точно Вот наконец-то в Украине принят приказ Или, скажем так, стандарт По которому так называемое реанимационное обеспечение новорожденного ребенка Где и прописан уже у нас о том, что мы можем предлагать при необходимости Палеотивную помощь детям, которые не выходят Ну, не вкладываются по каким-то причинам Ну, то есть, что это значит? Они знают, что там их никто не лечит Тепло, обезболивание и еда Основной критерий Медицина, вот она идет вперед, она спасает таких деток В Америке недавно выходили девочку весом Не знаю, правда ли это, но интернет пишет 340 граммов То есть, вот такой вот совсем махонький вес Мир потихонечку идет вперед Особенно помощи недоношенным детям Например, в общем-то стандартом на сегодняшний день является не столько посадка ребенка Ну, перевод ребенка на аппаратное дыхание через трахею Как традиционно любой человек, который не может дышать Его сразу интубируют, скажу такое слово То есть, трубочку засовывают в трахею И через нее осуществляется вдох и выдох То есть, просто подкачка Но все равно для любого человека это не есть норма Соответственно, придуманы новые аппараты Особенно для недоношенных детей Так называемые СИПАПы Тогда, когда осуществление дыхания ребенка происходит через нос Через конюли или через масочку Которая подключена к такому же мудреному аппарату Который может ловить отсутствие дыхания Или по-другому задержку дыхания ребенка И включаться, если ребенок не по стечению 10-15 секунд не дышит То аппарат включается и осуществляет вдох через ног Это физиология То есть, это у вас есть такое? И у нас есть, да И у нас это тоже есть Мы засылали к вам шпионов Наша съемочная группа проникла туда, куда даже матерей пускают по минутам В отделении реанимации новорожденных детской клинической больницы номер 2 И сейчас мы услышим, что думают об Олеге Владимировиче его коллеги Человек очень профессиональный, энергичный, деловой Он умеет договариваться, он умеет все сделать Великолепный доктор Он всех своих пациентов, которые вот лежат сейчас в отделении Он держит в голове Ему даже не надо заглядывать в историю Для того, чтобы вам рассказать о данном пациенте То есть, он всех помнит, а всех переживает Тут работать, конечно, очень интересно Очень, потому что это все новое Новая аппаратура, новые условия работы Эти дети, которых мы сейчас спасаем 20 назад, ну, мы даже мечтать о таком не могли Понимаете, я даже не могу сказать В отделении халатного отношения к своим обязанностям нет Поэтому сказать, что вот это возможно, из-за этого уволят Ну, чисто теоретически можно предположить То есть, это не компетентность, не профессионализм И, наверное, злое сердце Потому что, вот если вы пришли и посмотрели, как сестры заботятся о детях Они их носят на руках, они с ними разговаривают Они поют песни То есть, вот они как такие, знаете, вот они Еще совсем молодые девушки, но они уже такие маленькие мамы Они этих деток любят, они к ним относятся как к своим И очень приятно, когда наши пациенты, которые уходят от нас Приходят к нам через год, через два Просто показать своих деток Вот они какие получились И нам это очень приятно Тут действительно сотрудники приходят и остаются Несмотря на то, что самое тяжелое деление, мне кажется, в нашей больнице Потому что это действительно новорожденные детки Знаете, профессия у нас вообще самая жалостливая Мы лечим самых маленьких, доношенных, недоношенных, с разным весом деток И для того, чтобы люди тут работали Помимо того, что им условия работы нужно создать Из них нужно создать единую команду И вот эта единая команда становится одним организмом Они дышат одним дыханием, они смотрят в одну сторону И тогда у них все получается Ну и естественно, во главе должен стоять корм Чего-то Олег Владимирович сумел организовать Это тоже дар такой, знаете, быть хорошим организатором Помимо того, что ты совершаешь свою врачебную работу Замечательно, ты еще организовал вокруг себя Таких людей собрал, которые знатоки своего дела И преданы тебе, и преданы своему делу Что очень немаловажно, потому что чем заинтересовать сейчас Людей, работающих в медицине Исключительно душевной благодарностью Мы сделали свое дело, пациент выздоровел И, знаете, очень такое благодатное состояние У меня, я вот когда начал готовиться к программе Я нашел сразу много каких-то странных свидетельств в интернете Взрослых, дядек, тетек, которые помнят Конечно, это ненаучно, доказать ничего нельзя Но которые помнят себя новорожденными Которые помнят, какая была пеленка Может, они что-то придумали, конечно Но вот феноменально Ребенок понимает, когда ему не рады? Ну, там, с точки зрения доктора Вы же понимаете, у нас же не обычные дети Их все, может быть, эмоции глубокие Которые они там высказывают Ну, давайте такой пример скажу Если ребенок плачет с точки зрения родителей Чаще всего думается о том, что он голоден Но у него, да, сразу дается ему там Или грудь, бутылка, или пустышка Но, с другой стороны, живот болит Ребенок плачет Голова болит Ребенок плачет Уписался, укакался Сменить памперс Просто хочет общения И все это он выражает только одним плачем Почему-то все родители считают, что Первонаперво, там, он голодный Да, и нет, там, вот я там 30 лет занимаюсь новорожденными детьми Но я, как доктор, не могу дифференцировать Действительно у него живот болит Или действительно он голоден Я знаю, что если ребенок плачет, его что-то беспокоит Олег Владимирович, я знаю, что вы При вашем содействии даже был издан такой дневничок Я бы сказал, маленький ликбез для мам К сожалению, я просто забыл его сегодня взять Но это прекрасная книга Я ее вчера, ну, позавчера Мужчина, который У меня есть детки, но они же большие Я читал очень с большим интересом И у меня мелькнула такая мысль Как же обидно, что я этого не знал Когда наши дети были грудными маленькими Вот, и это очень здорово Что такие просветительские штуки вы делаете Дневник Для родителей, ребенок которых находится в отделении интенсивной терапии Чтобы они понимали, что такое Почему, сколько раз должен быть у ребенка стул Когда часто он должен кормиться Когда он должен видеть Когда он должен слышать Потому что зачастую Любой папа, пришедший к нам в отделение А мама находится в интенсивной терапии В родильном стационаре По каким-то причинам не может Все же там как бы у нас люди образованы Поэтому почему бы не сделать фотографию На телефоне И отправить ее маме Чтобы мама видела, что ребенок там живой Может быть нездоровый Но там красивая аппаратура Там красивые стены Не задумываясь о том, что та же вспышка Которая там есть Она может просто Решить ребенка зрения Навсегда И там это будет недолго Но когда ты им говоришь Они об этом как бы не задумываются Обижаются зачастую Но там это все написано в этих книгах Почему нужно приносить музыку какую-нибудь В виде там классической Которую уже отобрали Специально для новорожденных детей А не какой-нибудь тяжелый рок Хотя папа может быть там рокером Стопроцентным Потому что тот же звук Те же децибелы могут привести к тому Что ребенок может просто-напросто Перестать слышать Я отмечу, что в конце этого дневника Есть очень важная приписка Там написано Запрещено продавать Это было очень приятно Увидеть Слава Богу, что ее такое есть Она существует Эта информация не должна продаваться Она должна быть у того, кому она нужна Олег Владимирович Меня предупреждали и коллеги И люди, которые были вашими пациентами Ну и мамы Что с вами опасно говорить о технике О том, как оборудовано ваше отделение Потому что вы очень трепетно относитесь к его начинке Это действительно все аппарат И вы были в те времена Вы помните времена, когда не хватало оборудования Поэтому очень коротко скажите Буквально в двух-трех предложениях Как удалось сделать это отделение Одним из лучших в техническом плане Я так понимаю, что там есть и аппараты Искусственного дыхания И все-все-все, что нужно для деток После того, как отделение открылось И все остальное оборудование Которое появилось у нас в отделении Это оборудование, которое было нам подарено То есть это все люди, которые Они там не требовали никакой огласки Пиара Для них просто вот они выбрали отделение Они посмотрели, на чем работаем Как работаем, с кем работаем И понимаем реально О том, что это не уйдет куда-то там Не знаю, налево Куда оно часто уходит Оно будет работать И оно соответственно работает То есть приезжая Мы с немцами дружили больше десяти лет И на протяжении десяти лет С момента образования нашего отделения Они нам помогали Раз в году, раз в два года Потом реже, раз в три года Здесь покупали оборудование Они везли из Германии Хотя я думаю, что для них было бы проще Привезти из Германии То оборудование, которым найти таких же меценатов Которые бы дали на апробацию На пользование Но они понимали То есть не может в отделении быть Десять разных аппаратов искусственной вентиляции Потому что Даже для персонала очень тяжело Освоить один, другой Да, то есть Вы же понимаете Экстренные ситуации Скорые Автоматически надо действовать И автоматически надо быть Чтобы оно все работало И работало как часы Если здесь вдруг не работает увлажнитель То я его могу снять И поставить на другой аппарат И это будет не проблема И для медперсонала в том числе Учитывая, как вы сказали в начале Что в вашей работе есть одна специфика Счет идет на секунды Да, наверное, вы знаете О том, что есть там во всем мире Принято любого новорожденного ребенка Оценивать по шкале Абгар Да, да, да Конечно, я не знаю, как это делается Во всем мире всего оценивается Пять показателей Которые оцениваются Ноль, один, два Простая арифметика То есть максимальное количество Пятью, два это десять Это десять баллов Это то, что Ну, должен набрать здоровый, идеальный Новорожденный ребенок Ну и минимальная оценка Это ноль Когда нет сердцебиений Когда нет дыханий Когда цвет кожных покровов не такой Когда мышечный тонус не такой Когда дыхательная активность не такая И всего доктору дается Оценка выставляется не в момент рождения ребенка Выставляется через минуту После того, как ребенок появился на белый свет То есть доктору дана Или ребенку дана минута Для того, чтобы его можно было оценить Соответственно, вот за эту минуту Отсюда и слова Вот эти секунды Да, которые происходят За шестьдесят секунд Доктор должен оценить Данного Вновь появившегося на свет человека Если он понимает, что нет сердцебиений То чем больше он будет ждать И смотреть И оценивать Считать Тем меньше шансов того Что это сердце заведется Восстановится Но тут другая проблема И помощь Соответственных специалистов То есть у нас там Первая минута Конец первой минуты Конец пятой минуты Это два основных критерия По которым мы оценим Но все прекрасно знают Почему пятая минута Потому что кто-то давным-давно Уже посчитал Что через пять минут Отсутствие сердцебиений Мозг человеческих погибает Поэтому Извратные изменения Да То есть уже Что бы ты ни делал Дышал Вводил медикаменты Все равно Даже если сердце Начнет работать снова Мозг, к сожалению, погибнет Олег Владимирович Вот мне режиссер подсказывает Очень интересный вопрос В вашей практике В вашем отделении С каким наименьшим числом По шкале Абгаровым Удалось выходить малыша Ну вот Ноль Один Балл Как это? То есть это К концу первой минуты Ребенка был ноль А к концу пятой минуты Был один балл И даже одна из мам Потом в каком-то из журналов Которые она нам принесла Журнал Лиза Или Какой-то такой Женский Женский популярный какой-то журнал У нас даже где-то он был в отделении Я его Оставил родителям Которые приходят к нам на сведения О том, что Ноль один балл Это не приговор То есть у них здоровые Новорожденные Ну то есть уже Не новорожденные Уже Ребенку Около пяти лет Коротко перечислим Что у этого ребенка было не так Ну вот на один балл У него только была Частота сердечных сокращений К концу пятой минуты Вместо него дышали Ему вводились медикаменты Которые Ему делался Там закрытый массаж сердца Вводились адреналины То есть ребенка оживили И на сегодняшний день Он ничем не отличается От других новорожденных детей Эта программа возникла Не из праздного интереса К нам обратился человек И сказал Расскажите об Олеге Владимировиче Корнеичуке Этот человек Спас моего ребенка Сказано это было так Что мы не могли отказать Когда у нас родился Третий ребенок То ребенок сразу же попал В палату интенсивной терапии Конечно был большой шок Что ребенка перевозят Меня нет То есть ребенок уезжает без меня Я своим ходом приезжаю В реанимацию Мне говорят Вот здесь Вот сейчас вас примут И я смотрю А на столе лежит История болезни Ребенка Я начинаю Жадно хватать эту информацию Потому что я понимаю Что мне этого никто не расскажет И я таки буду не понимать Дальше Что происходит с моим ребенком И тут я слышу За своей спиной голос Человека Который говорит Положить этого мне нужно Я жадно все-таки Схватываю остатки диагнозов Кладу послушно Оборачиваюсь И вижу доктора Это был Олег Владимирович Мы с ним познакомились И он дальше меня усадил И говорит А вот теперь я тебе расскажу Все Задавай вопросы Сколько хочешь Он меня посадил Мы с ним очень долго проговорили Это был первый доктор Который объяснил нам Что к чему Что нас ожидает Что он объяснил честно Что он не может предсказать Можно было ему звонить всегда На мобильный телефон Можно было Всегда с ним поговорить Да Другое дело Что он никогда не разрешал Лишний раз Как бы у нас тепло Не складывались На наши общения Никогда не разрешал Лишний раз увидеть ребенка Каждый день Можно было привозить молоко Но ребенка увидеть Можно было только По полчаса Два раза в неделю Эти правила нельзя нарушать Потому что Это влияет на здоровье Твоего же ребенка Интересно Что в самом первом День Он сказал Что все лекарства Необходимы Вашему ребенку Уже даются Да Они дорогостоящие Но они уже даются Вам нужно купить Для того Чтобы когда следующий Ребенок приехал Я мог Взять эти лекарства И дать следующему ребенку Вот однажды Я приехала И не застала От Олега Владимировича К нам вышел Какой-то другой врач Я поняла Что моему ребенку лучше Потому что Пока моему ребенку Было очень плохо Он Ну Я не удивлюсь Если узнаю Что он там ночевал В этом отделении Я знаю Что он относился Так ко всем детям Так рассказывал Медперсонал о нем Что он может И ночевать в отделении Если он видит Тяжелого ребенка И он боится Его оставить Когда мы уходим Из этого отделения Это не значит Что Олег Владимирович Перестает заниматься Нашим ребенком Если же Я знаю Много примеров Когда Семьи возвращаются Коллега Владимирович Он продолжает Консультироваться Всегда с довольствием Он всегда На любой вопрос Ответит И любое время Своё подарит Это тот Редкий врач С которым Можно Консультироваться Всегда И он Когда поднимает Трубку Нажды мы пили чай С ним И с другими докторами На крещение И он поднимает Трубку Говорит Реанимация То есть Он не говорит Ни своего имени Ни отчества То есть Реанимация Вот И человек так живет Спасибо, Катя За добрые слова Вот наверное Такие минуты Приятно видеть Результат своего труда Когда Мама радуется Своим детям И Благодарны докторам Потому что По природе Мы там Готовы на то Что Через 9 месяцев У нас появится Здоровый Новорожденный Ребенок И Мы там Через 2-3 дня Уйдем домой И дальше Будем жить Без печали И забот Но иногда Случается так Что эти дети Попадают Болеют И попадают В отделение Реанимации Хорошо Когда они все Выписываются Домой Безусловно Вы делаете Очень много Чтобы помочь Ребенку Ну все Что нужно В то же время Мы сейчас слышали Что идет помощь Колоссальная Родителям Есть у меня вопрос Который не лежит На поверхности Когда у родителей Рождается Которые Как вы сейчас сказали Они ждали 9 месяцев Что вот родится Здоровый ребенок Они уедут домой Рождается ребенок Вот кстати В этом дневнике Очень интересно сказано Что ребенок Который родился Раньше срока Он дает родителям Как бы новые Какие-то возможности Новые возможности Что-то узнать Как-то лучше его понять Но в то же время Этим родителям Нужна психологическая помощь Потому что Они нередко Винят самих себя И вот это чувство вины Иногда А мы знаем Что чувство вины Опасная вещь С одной стороны Оно очень часто Не стимулирует Что-то делать А человека Начинает разрушать Вот как бороться Родителям С этим чувством вины Которое они Нередко испытывают Мы объясняем родителям Что не надо плакать Ну то есть Ведь Ну как бы Слезы Они Может быть Помогают и родителям Но они Не помогают детям Потому что Неоднократно Мы видели Когда Мамы Начинают плакать Видя то количество Трубочек Приборов Которые Обеспечивают Поддерживают Жизнь этого Ребенка Начинаются Слезы Беспокойство Мама Расстроена Уходит И Могу сказать Что довольно часто С точки зрения Мы видели Что после этого Дети почему-то Могут ухудшаться Не усваивать еду У них Нарушается Гемодинамика Чувствуют Отчаяние мамы Ну да То есть Какая-то связь Существует То есть Как у нас Есть закон Если Рождается Двойня Или тройня То Если один из детей Требует Перевода В наше отделение Из родильного Стационара То по-любому Мы должны Перевести Братьев Сестер Поближе К нам В больницу Потому что Зачастую Чем они будут Ближе Чем Лучше будет И для того Которого Мы забрали К себе Очень интересный Аспект Особенно И Катя об этом Говорила Что детки Которые выписываются Мы видели У вас есть стенд С фотографиями Уже взрослых Деток в том числе Они не оставляют Особенно родители Не оставляют вас Они продолжают Общаться Во-первых Тут есть два аспекта Уж простите Я сам попытаюсь Это рассказать То есть Что этот стенд Имеет колоссальный Моральный фактор То есть дети Родители Которые приходят Со своими детками Видят выздоровевших Цветущих Они уже Мотивированы Бороться И плюс Возникает Феномен Подлинно Не так Как это на бумаге Семейного врача То есть Вы становитесь Для этих деток Уже подрастающих Семейным врачом Я так понимаю Что это не Это не норма В нашей стране Это скорее исключение Скажите Как эту практику Потому что Кто знает лучше Маленького пациента Чем вы Кто знает лучше Его проблемы Когда он становится Уже Более взрослым Как эту практику Вести в жизнь Как сделать Ее нормой Вот эта вот Категория Недоношенных Детей Они для всех Проблемны Особенно для Участковой службы Поликлиники Потому что Тут Ребенок Который родился 22 недели Вот Во сколько Он должен Сесть С вашей точки зрения Он должен сесть Как ребенок В 40 недель Или он должен Сесть позже А если ребенок 20 недель В год Не ходит Это плохо Или это нормально Или это Требует Какого-то Вмешательства Вот точно так же Участковая служба Но с точки зрения Там Нашего коллектива Любой ребенок Который у нас лежал Когда бы они Не обратились Там Неважно Это там Через месяц Или через Год Там Проходя мимо Просто зайдя Там Придя в больницу А вот мы тут Год лежали Тому назад Или там Пять лет назад Там Пришли вам сказать Спасибо Но у нас еще там Есть вопросы Никто из докторов Никогда им не отказал Там Ну послушать Послушаем Ну Посоветовать Посоветуем Потому что Как бы реально Мы понимаем О том что Это же наши дети Я знаю что вы Очень часто Среди ночи Набираете телефон И звоните священнику Чтобы он приехал И покрестил ребенка Насколько это Правдиво Насколько это так И Случалось ли вам Замечать Что вот После крещения Ребеночек Начинал Показывать Как говорят врачи Положительную динамику Правильно я сказал Ну да Наверное Выздоравливать Можно так сказать Проблема Она в общем-то Существовала Всегда Она Может быть Нигде не афишировалась О том что Наверное В любой больнице Должна быть Церковь И должны Быть Люди Которые Должны быть У постели Больного Точно так же Как и Врачи К сожалению И у нас Умирают дети И Всегда Хотелось бы Чтобы Даже если это Новорожденный Ребенок Чтобы Все было Так как оно Должно быть И конечно Вот Эти звонки И Просьбы Приедьте К нам Потому что Ребенок Некрещенный Хотелось бы Чтобы вы И вы ему Помогли В том числе Вот Это правда Все люди Не без греха Но Особенно Врачи В отделении И сестры Мы Живые же люди Мы как бы Реально понимаем Что если Ребенок Не покрещен То Не совершен Обряд То Как-то Вот Наши всестрания Могут быть Напрасны И Когда совершается Это Вот мы Точно так же Радуемся Как и родители Что Значит Скоро Дела пойдут На поправку Здорово Олег Владимирович У меня есть еще один Сюжет И я хочу Сейчас его подвести Посмотрим Когда мы Читаем В сказках Или мифах О маленьких Человечках Которые помещаются В кармане Или в рукавичке Мы не воспринимаем Это всерьез Ну Сказка Чего с нее взять Вот герои Следующего сюжета Родились Очень маленькими И их тоже Не воспринимали Всерьез А они Выросли И очень пригодились Таганю Прибью Наверное Именно так Думал отец Когда пытался Наградить сына За удачный Эксперимент Механический Будильник Сконструированный Малолетним Гением Таки сработал И сбросил Папашу С кровати При рождении Лео Весил Меньше Килограмма Его чуть было Не посчитали Мертвым Но к счастью Ему удалось Пошевелиться Остаться В живых И в истории Художник Скульптор Инженер Анатом Музыкант Леонардо Да Винчи Все Мы так не играем Ты все время Новые правила Придумываешь И вдобавок Выигрываешь Кричали ему Во дворе С момента рождения Он был не таким Как все Рассказывает Что крохотного Недоношенного Мальчика Весившего 1370 грамм Клали в рукавицу Из овчины Откуда он Кстати Как-то вывалился Но он вырос здоровым Прожил 84 года Если и страдал От чего-то То От одиночества Что не помешало Ему однако Стать отцом Классической физики Его имя Исаак Ньютон Кто научил Этого мальчишку Так наяривать На губной гармошке С работы Еле живой Плетешься А тут Такое Ноги Сами В пля Спускаются И не рассказывайте Что он слепой В баскетбол Играет В кино С пацанами Бегает Стивленд Действительно Видел Только в звуках Мальчик родился Раньше срока Весил всего 1950 грамм И вдобавок Ослеп Вследствие Ретинопатии Недоношенных Но он Сумел Услышать И подарить Музыку 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 Которая Помогла Увидеть Свет Очень многим Его зовут Стиви Уандер И это Не единственные Талантливые Счастливчики В команде Рожденных Раньше срока Анна Павлова Пабло Пикассо Виктор Гюго Аугюст Ренуа Антонио Вивальди Чарльз Дарвин Альберт Эйнштейн И другие Ну такая Потрясающая Команда Потрясающая Команда Вот Когда-то Кто-то Принимая Украину В европейское Сообщество Провел Исследование Которое Там Обследованы Были Дети Одаренные Дети Дети Которые Кто-то Был математиком Звезды Звезды Да Те вот Наши звезды Которые Звезды В хорошем Смысле Не те Звезды Ютуба Этих Детей Обследовали И выяснили Что все Эти дети В той Или Иной Степени Прошли Через Отделение Интенсивной Терапии И Их Развитие Как бы Обусловлено Тем Что Их Родители Приложили К ним Несколько Может быть Больше Усилий Наблюдения У неврологов Развивающие Какие-то Методы Игры Методики Стихи Для того Чтобы получить Вот этот Конечный Результат И Зачастую Ребенок Ну как бы Противоположный То есть К сожалению И на сегодняшний день У нас Встречаются Дети От которых Отказываются Родители Этих детей Не читают Книги Его не гладят Ему не говорят Добрые слова Ему не поют Песни Эти дети Начинают Тормозить По своему Психомоторному Развитию Ну в общем-то В отличие от Детей Которые Точно С такими же Характеристиками Родились То есть Вот это вот Не додав В детстве Мы к сожалению Не отвернем Это быстренько Не накрутим И не компенсируем После Года Или Я скажу больше Что очень часто Мы видим Здорового лба Который ведет себя Неадекватно И возникает мысль Вот чего он такой А ведь ответ Часто очень прост Не долюбили Пускай родители Спрашивают Никто виноват А уже следуя Как бы Запрещенным Классикам Что делать Вот это вопрос Мне кажется В крайней мере Там одна из обязанностей Наверное Моральных Обязанностей Наших разговоров С родителями В том Чтобы они не наступали На грабли Да Повторно Потому что Всегда возникнет Желание иметь Еще дети Но Если Мы неоднократно Встречаем Слава Богу Не так часто Когда У тех же мам Рождаются Точно такие же Дети Со временем С такими же проблемами Только потому Что они Посчитали Что мы слишком умные Или это очень дорого стоит Или У вас докторов много Вы не можете определиться Или там Знаете Как это Поговорка Там А у нас будет по-другому Нас пронесет Второй раз Или третий Два раза не попадает В одну Воронку Не попадает Но есть Желание Чтобы Женщина Понимала О том Что Незнание Не снимает С нее Ответственности Поэтому Конечно же Наш Не важно Это я Или Доктора Которые В мое отсутствие Разговаривают С родителями Они Стараются Им Скажем Научить их Рассказать им На дальнейшее Что могло Послужить Причиной Как этого Избежать В дальнейшем Владимир Владимирович Вот у нас уже Подходим К завершению У меня Классический В конце Всегда вопрос Вот вы К нам шли Или может быть Вы когда-то Размышляли Вечером После работы Утром Вот Что-то Что хочется Добавить Да Что-то Что было Неспрошено Вот Что вам хочется В заключение Добавить Если хочется Не обязательно Даже не знаю Что сказать Наверное Вот Слишком наше Общество На сегодняшний День Обострено Всеми Экономическими Политическими Проблемами Которые существуют И Всегда люди Находят В себе Потенциальных Каких-то Врагов Несуществующих Мне хотелось Чтобы люди Видели В докторах Не просто Там Сферу Обслуживания Или Они видели Таких же Живых людей Которые Не пытаются Там Получить От них Деньги Наверное Видели В них Людей Которые Пытаются Помочь Спасти Облегчить Жизнь Этим же Людям Которые К ним Обращаются Огромное Спасибо Вам Успехов Всех благ Божьей помощи Конечно В такой Сложной И непростой Деятельности Тоже Должен сказать Еще несколько Слов Попрощаться Со зрителями Мы Очень часто Можем Слышать Странные Слова Вот Мы Не хотим Детей Это Сейчас Не Своевременно Это Дорого Это Хлопотно Лучше Мы Поживем Для себя На самом деле Это Довольно Звучит Довольно Разумно Но вот Беда Наступает Однажды Время Когда Недорогие Машины Недорогая Одежда Неизысканные Блюда Нам просто Не нужны Мы Становимся Попросту Говоря Старыми И вот Тогда Один Звонок Нашего Внука Или Нашего Ребенка Который Говорит Деда Как дела Ты Там Не скучай Я скоро Приеду Этот Звонок Становится Для нас Дороже Всех Богатств Мира Давайте Заботиться О детях Как бы Неванально Это Звучало С вами Была Программа Место Под Солнцем Я Ее Ведущий Александр Тарасенко И Олег Корнейчук Неанатолог И человек Который Каждый День Занимается Тем Что Спасает Маленьких Детей Тарасенко Продолжение следует...